Всем привет! С вами Полина и у нас опять сумка. На этот раз вот такая сумка длинная и тонкая с сайта Алиэкспресс. Давайте сейчас я ее открою и вернусь к вам, и мы ее посмотрим ближе и оценим. Вот я ее открыла, давайте ее достанем. Вот такая сумка, довольно-таки большая, вот такой интересной формы, широкой. Вот здесь вот она открывается. Вот такая сумка, кажется просто кусок кожзама, она кстати да, не кожаная. Вот у нее ручки, очень конечно тоненькие ручки, я даже не знаю, наверное, в нее много накладывать нельзя, а то ручкам сразу придет конец, они просто оторвутся. Вообще очень необычная сумка, здесь чисто черная, вот такой у нее кармашек на молнии. Все сделано аккуратно, здесь тоже такая вот, видите, штучка, сюда можно вот эту, она вот так закрывается. Давайте посмотрим, что она из себя представляет внутри. Вот такие ручки, внутри она другого материала, просто как подкладочный материал. Вот у нее два кармана для двух, наверное, маленьких телефонов, если вы знаете, можно ручку положить, там что-нибудь еще, там блеск для губ. И вот такой карман, нижний тоже на замочке, большой карман. И сюда тоже можно что-то положить. Вот и все, вообще очень обычная сумка, чисто черная, кожзам, тонкие ручки. И, ну, по запаху, ну, чуть-чуть у нее есть запах, не очень приятный, но так, чтобы сильного, резкого, вонючего запаха, такого у нее нет. Вот у нее ширина ее, что она раскрывается и чуть толще, толще становится. Вот кажется, что она такая большая и сюда можно наложить много чего. На самом деле, мне кажется, если вы сюда наложите много всего, просто эти ручки бедненькие не выдержат, это рвутся. Почему они сделали такие ручки? Могли бы толще или как-то их укрепить, или вот на карабинах как-то, чтобы они, чтобы эта сумка прослужила чуть дольше. Вот. И вот здесь у нее она тоже на молнии. Закрывается. Сейчас проверим молнию саму. Вот она закрывается, вот здесь у нее такая прикольная, замочек у нее такой. Вот и все. Вот такая сумочка, очень обычная. Говорить о ней нечего. Давайте я сравню с размерами. Продавец указал, что ее длина 38. Давайте мы измерим и посмотрим. 38 он указал. Как-то это не 38. Это 43. А было 38. Ну ладно, а получилось 43. Ширина у нее... Какие-то это неправильные размеры, знаете. Вот написано, размер длина 38, а ширина 13. Ну, здесь у нее ширина, а вот высота написана 22. И тоже здесь, видите, 27. Или я какие-то не те размеры посмотрела, или они нет. Ну, в общем, вы смотрите на видео. 27, а вот здесь у нас было 43. Давайте еще измерим вот эту ширину. Она у нас получается... Получается 7. Вот там на картинке было нарисовано... Что, знаете, у меня такое ощущение, что это не та сумка. На картинке было нарисовано, что сумка это такой формы, что у нее вот здесь она кверху расширяется. Вот эта сумка, она почему-то кверху не расширяется. У нее просто здесь идет ровная. Такое ощущение складывается, что это просто другая какая-то сумка, другие размеры. Ну, а там, кто его знает, еще надо будет, чтобы человек, которому заказали эту сумку, он посмотрел и сказал, та не та, это же как бы он заказывал. В общем, все. Такая сумка обычная с сайта Алиэкспресс. Стоила она 9 долларов. На сайте есть разные цвета. В принципе, за 9 долларов это нормально. Поносить такую сумку пару месяцев, если вы шопоголик, и вам надо писать на разные сумки, то, в принципе, ее можно приобрести, и вы не разочаруетесь. Все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!